Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья и радости, любви, мои дорогие. И сегодня я бы хотела с вами поговорить о путешествиях по Италии. Здесь рядом с нами находится еще один золотой берег. Он хоть и лазурный, но на самом деле золотой. Это Чинкуэтерре или Пять земель. Что это такое? Как туда добраться? Поехали с вами вместе! Здравствуйте! Это замечательно красивое место в Лигурийском море. Недавно открытое как для туристов, так и для самих итальянцев, дорогие мои. Это действительно чудо! Пять деревушек, пять земель, Чинкуэтерре. Они друг с другом соединены на огромном. Все домики очень интересные, разноцветные. И тянутся, как будто к солнышку, вверх к виноградникам. И спускаются по скалам к самому Лигурийскому морю. А на море, дорогие мои, покачиваются рыбацкие лодки. Ведь именно рыболовство. Рыболовство дает пропитание всем этим пяти землям. Всем Чинкуэтерре. Автомобильных дорог здесь нет. Но есть, дорогие мои, железная дорога, которая проложена в 1874 году и соединяет все пять земель, все пять деревенек. От первой до последней можно проехать всего за 15 минут на поезде. Любую с этими замечательными красотами. Ну и, конечно же, наслаждаясь итальянской кухней. Ну и, конечно же, купаясь в местных пляжах. На местных пляжах, конечно же. Вода в Генуэзском заливе еще очень-очень теплая. И будет еще теплый весь сентябрь и даже начало октября. Окружающий пейзаж невозможно прекрасен, дорогие мои. И он так и приглашает на прогулки, от которых захватывает дух от этой красоты. Кстати, все пять земель потихоньку можно пройти и пешком по горной местности. Кстати, скалистые побережья Лигурийского моря раньше было непригодны для жилья. Но жители потихоньку адаптировались и начали строить свои домики прямо на скалах. Каждый из них имеет свой цвет. И все они разноцветные и находятся на разных уровнях. И когда смотришь на них, кажется, что это очень-очень сказочное зрелище. Можно еще сравнить, как будто это ласточкины гнезда на скалах утесов. Местность здесь довольно суровая. И единственным источником пропитания всегда здесь было рыболовство, ну и, конечно же, выращивание винограда. Сейчас прибавился еще и туризм. Жители очень трудолюбивы. Они удобряли землю вокруг своих домов и строили, строили, выращивали виноград. И сейчас, если вы посмотрите, это действительно рай на земле. Очень и очень красиво. Только представьте, как вы смотрите из этих домиков, которые еще и с зелеными ставнями. И сразу открывается замечательный вид на море, на котором покачиваются рыбацкие лодки, покрашенные в белый цвет. И все это вы увидите своими глазами. И, конечно же, почувствуйте ласковое море. Ласковое море – это здесь замечательное еще и красивое и чистое. Конечно же, оцените еще и итальянскую кухню. Вообще, про итальянскую кухню и итальянское вино можно слагать песни. Ну и, конечно же, чинквотерры «Пять земель» не исключение. В любом большом и маленьком ресторанчике вас так вкусно накормят, как говорится в песне, что вы захотите целовать руки повара. Спагетти в сливочном соусе с осьминогами, кальварами и мидиями. Тончайшая пицца, дорогие мои, конечно же, с прошутто, моцарелла и томатами, которые обязательно-обязательно выпекают в дровяной печи. Ну и, конечно же, обжаренный на гриле микс из морепродуктов, которые вам обязательно понравятся. И вы захотите попробовать это еще и еще и еще раз. Это все, все «Пять земель» – это деревни рыбаков. Еще с 11 века, дорогие мои, все это построено. Но дело в том, что мне кажется, что уклад до сих пор не изменился. И вот какие это деревеньки. Монте-Россо, Альмары, Вернацца, Корнилья, Монарола и Рио-Манжори. Дорогие мои, если вы поедете из Виареджа на поезде, всего-то 45 минут, и вы уже в первой деревеньке. Рио-Манжори. И там по нарастающей. Чинг-ВТР, дорогие мои, включены как национальный парк Италии. И включается в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из самых незагрязненных участков Италии. Но здесь практически запрещено автомобильное движение. Да и правду сказать. Автомобилистам здесь и делать нечего. Здесь бы пешком пройти, никого не задев по этим маленьким узким дорожкам. От одной деревни до другой по проложенным скалам, по проложенным дорожкам ведут горные тропы. И самые знаменитые, дорогие мои, это тропа Любви, Виали-дель-Амори. Конечно же, она так и начинается с Рио-Манжори, то есть с первой деревеньки, если вы поедете от Виареджа. Очень удобно, что станция расположена именно прямо на этой тропе. Буквально две минуты, и вы уже на Виале-дель-Амори, на тропе Любви. Проходит она на огромной высоте красоты неописуемой. И туда, конечно же, съезжаются все влюбленные со всего мира. И каждый, каждый везет с собой замок, замочек Любви, на котором написаны имена влюбленных. Конечно же, мы с Винченц тоже поехали и тоже свой замочек там повесили. Что самое интересное, замки можно вешать любые, маленькие, большие, огромные. Вывешивают их во всех, во всех, во всех частях этого Виале-Амори. И на заборчиках, и есть такие решетки, которые скалы удерживают от камнепада. Я не знаю, как туда поднимаются влюбленные, как они забираются, такие скалолазы. Но эти замочки висят на различной высоте. Я не знаю. В общем, Любви – это не только все возраста покорны, но и любая высота тоже покорна. Ну, в общем, дорогие мои, обязательно, обязательно нужно съездить на пять земель. И можно пройтись пешочком. И потом, конечно же, конечно же, искупаться в голубой воде, в воде Монтеросо. Это чудо. Это действительно голубая вода. Ну, а пока мы с вами вместе еще раз проедемся по Авиарейджо, по Лидо-Дикамайори. Ну, и, конечно же, конечно же, может быть, в сентябре и октябре обязательно снова съездим на Чинквитеры, посетим этот райский уголок, потому что хочется еще пройти пешком все эти пять земель, все эти Чинквитеры. Очень много туристов. Что самое интересное, что не обязательно возраст. Я посмотрела бабульки-дедульки, которые приезжают, берут эти скандинавские палочки и пошли. Пошли по этим горным вершинам, потому что дорожки действительно узкие, проложенные на скалах. И обязательно нужна удобная обувь. Конечно, если вы собираетесь в такое путешествие, каблуки здесь нет. Тем более, что в рестораны здесь пускают без фейс-контроля. Можете надевать любую одежду. Конечно, и шорты, и майки тоже приветствуются. Но, конечно, когда вы переходите по этим землям, по Чинквитеры, нужна спортивная обувь. Какие-то кроссовки, конечно же, нужны, потому что камушки маленькие могут попадать в босоножки и так далее. Но это, конечно, здорово, потому что вид с этих скал открывается божественный. Море голубое, небо голубое, вы на высоте птичьего полета. Это замечательно, это здорово. Ну и, конечно, напомнить хотела бы, что если влюбленные поедут на Чинквитеры и пойдут по тропе любви, обязательно, обязательно возьмите замочек. Замочки здесь продаются везде. Ну и, конечно, там их тоже можно купить, потому что лавка есть перед тем, перед тропой любви, перед Виале Аморы. Есть лавка, где тоже, тоже продаются замочки, потому что мало ли кто забыл, а повесить обязательно нужно. Повесите замок, укрепите свою любовь. В общем, такая у меня сегодня тема, дорогие мои, потому что лето продолжается. В Италии уже начались отпуска, потому что август – это время отпусков. Несмотря на то, что повысилась плата на жилье, все приезжают, приезжают, приезжают. И итальянцы в основном ездят группами, потому что снимают не квартиру для какой-то группы, а койко-место. То есть мальчишки с мальчишками, девчонки с девчонками, а потом уже вместе тусуются на дискотеках ночью, с утра пораньше высыпаются прям под зонтиками на море. Ну и, конечно, конечно, здесь у нас туризм для всех – и для взрослых, и для детей, и для старшего поколения, потому что хочется позагорать, хочется покупаться и хочется просто насладиться морем, дорогие мои. Ну, август – это еще, конечно, сезон арбуза, поэтому сейчас все едят арбузы везде абсолютно, потому что он уже созрел, его можно покупать с закрытым. Ну вот, поговорили про любовь, и как раз мы с вами находимся на озере любви. У нас здесь лебединое озеро, в Виаредже тоже есть. В общем, любовь присутствует во всех, во всех, во всех регионах. Не только Италии, но, я думаю, что и везде, потому что лето этому тоже благоприятствует, дорогие мои. И когда светит солнышко, когда плескается море, и когда есть вкусное вино, и когда есть вкусная еда, что еще нужно для человека, что еще нужно для счастья. Тем более, когда идешь по Виале де Аморе и наслаждаешься этими видами, видами скал, видами моря. И очень это здорово. Кстати, нужно, конечно, брать с собой еще и водичку, хотя там, на Виале Аморе, есть еще посередине бар, где тоже можно спокойненько посидеть, отдохнуть, выпить чашечку кофе, съесть мороженое и полюбоваться из этого бара. Действительно замечательно, красивым видом. Действительно рай на земле, дорогие мои. Ну, недаром включен в ЮНЕСКО. Мои хорошие, в общем, сегодня у меня такая тема. Ну, а путешествовать можно везде. Но дело в том, что когда ходишь по Чинкватерре, пахнет морем. На всех, на всех этих землях, потому что они расположены именно на скалах, которые возвышаются над морем. Поэтому это очень и очень красиво. Пахнет морем, ветерок обдувает, не так жарко. И поэтому прогулка окажется очень и очень приятной. Ну, а потом в конце Монтероса можно и искупаться в этой голубой, как они говорят итальянцы, Адзурро, цвет Адзурро ванды. Вот такое же, как у нас небо здесь. В общем, дорогие мои, советую обязательно съездить в Чинкватерре, пять земель, рай на земле, ну и, конечно же, тропа любви. Куда же без любви, дорогие мои? Желаю вам, как обычно, здоровья, счастья, радости, любви под мирным небом. Ну и, конечно же, приятных путешествий, приятных летних путешествий под солнышком, возле моря, или в лесу, или на даче, куда угодно. Главное, чтобы вам было хорошо.